Добрый вечер, дорогие друзья! Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе за этот вечер, Иисус, за благодать Твоего служения, Господи, за то, что Ты верно собираешь нас, Господи. Благодарим Тебя за время поклонения этого, и на самом деле это время поклонения, это время освящения Твоего наполнения и тем самым спасения, Господи. Слава Тебе, Христос! Наполняешь нас радостью, Господи, покоем Своим, Господь, утверждаешь нас в истине Своей. Слава Тебе, Христос! Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Аминь. И давайте прочитаем с вами Первое Тимофею, послание Первое Тимофею, шестая глава, первый стих. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господь Своих, достойным всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и учения. Интересно, если поразмышлять, я выписал некоторые определения и подумал о том, как любовь все время освобождает нас от рабства, освободило однажды и продолжает освобождать, чтобы мы наслаждались Его любовью, Его присутствием, Его полнотою в этой жизни, благодати и Церкви. Слово рабы, это слово дулос, обозначает привязанный. И я подумал, размышлял об этом стихе в свете жизни Петра, в особенности последний глав его, вернее, да, последний глав до того, как Иисус Христос был распят и после немного. Слово «иго» можно представить себе картину ерма или хомута, которые привязывают для рабочего скота, в упряжке для двоих, например. И мы раньше, если помните, посмотреть на эти слова Иисуса Христа, когда Он успокаивает Его в любви и ободряет в Его любви, «Любишь ли ты меня?» Он говорит Ему эти слова. «Раньше ты, когда был молод, ходил, куда хотел, а теперь другой привяжет тебя, и ты пойдешь, куда не захочешь». Я подумал об этом контексте, что мы были рабами в упряжке со своим собственным господином. Это своя личная природа. Или, например, «я господин себя». Здесь мы видим, после трех с половиной лет Иисус Христос говорит Ему, «Вот раньше ты был молод». И можно представить, несмотря на то, что три с половиной года они ходили с Ним, у Него оставались, я подумал и размышлял об этом, и учеников, также свои мысли. Они не были еще укреплены в этих словах, в этих истинах Иисуса Христа. И интересно, раньше мы действительно ходили, куда ходили от незащищенности, и не знали, для чего живем, что совершается. Мы были, мы почитали, можно сказать, князя этого мира, и также находились в упряжке со своим «я», со своим «эго». И были, в общем, потеряны таким образом. Единственное, что могло освободить нас и освободило, это любовь Бога в Иисусе Христе. И Римлянам 5 глава 8 стих говорит о том, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть не нужно было никаких условий для этого, и никакого условия мы не могли бы с вами выполнить. Но любовь совершила эту жертву. Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, или в нашем контексте, когда мы поклонялись и почитали князя этого мира, хотя не знали об этом. Мы были в упряжке, господин наш был, наш эго, и, в общем-то, мы были потеряны. Но Бог отдал Сына, и вместе с Ним совершилась способность выйти из этого рабства, из этой упряжки, из этого почитания князя этого мира. И мы с вами пережили это, и радуемся в том, что теперь находимся в почитании другому господину, да, это Иисусу Христу. Я подумал, с одной стороны мы почитаем Его, но с другой стороны мы словно теперь вместе с Ним ходим, да. Мы вместе с Ним ходим с нашим господином, вместе с Ним в одной упряжке. Почему? Потому что в контексте Его слов Он также и совершитель, без Него мы ничего не можем. И если мы ходим за Ним, то мы ходим с Ним как бы в одной упряжке теперь. С одной стороны, интересно, мы поклоняемся и почитаем Его, но без Него ничего не можем, и это Он нас ведет. Я подумал об этих словах, помните, из Матфея 18 главы, когда наступило это время, Иисусу Христу уже пойти на крест, пойти на крест у Петра были такие мысли. Я сегодня размышлял, вот мы оставили свои дома, оставили все свое, да, и что нам теперь будет? Да, это говорит о том, что, говорит о том, что слова словно постоянно украдываются от нас. То есть, есть князь этого мира, который пытается постоянно красть это слово. И это я также взял в свете притчи, Иоанн, Ятлуки 8 главы, 15 стиха. Помните, о четырех почвах говорится там, и первая почва это при дороге. И из этих слов можно увидеть, что Петр все время беспокоился. У него был, так сказать, он был также, он следовал за Иисусом Христом, но также он оставался как бы господином, он также был господином себя, да, можно так сказать. То есть, мы видим в нашей жизни, что нам необходима любовь Иисуса Христа в виде пищи на каждый день. Иначе, да, иначе я раб или одной личности себя, либо раб Иисуса Христа. И вот раб Иисуса Христа, это слово дулос, и он привязал меня, вернее, он с одной стороны привязал меня к себя в свете, то, что я защищен им и принадлежу ему. Но это также и слово слуга, дулос. С другой стороны, у меня может быть собственное волеизъявление привязывать себя к нему, то есть следовать за ним. Другие два слова, о которых также я думал, это, помните, давайте откроем с вами Иван Геотеана, 21 главу. Итак, первое, это мы с вами сказали, первое, это я сам себе господин, да, и это не дает мне покоя, и это способствует тому, что слово постоянно крадется у меня. Также мы с вами видим в этой картине, я размышлял о том, что Петр обратил внимание на множество рыб, на множество рыб, которые привлекли его внимание, и он любил это. И также в Иоанна 8, в Иоанна 8 главе говорится, помните, о другой почве, каменистой почве. Извините, сейчас. Говорится, а оно и упало на тернии. И здесь мы с вами видим в 13 стихе, в 14. А упавшие на тернии, это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Итак, с одной стороны, у меня есть слово, у меня есть Господь Иисус Христос, а с другой стороны, все время есть мое собственное я. И также эти кажущиеся богатства этого мира, они все время как бы манят меня, точно так же, как мы видим здесь в картине с Петром. И тогда у нас есть этот выбор, вернее, пища Господня, она освобождает меня от этого. Любовь Господня в виде пищи, она дает свободу мне от этого, а без этого я не могу сам освободиться, так же и от этого, от того, что может привлекать меня. И последнее, это также, еще об одном я размышлял сегодня, это 21 глава, это когда Петр ушел, помните, наступили времена, и это, кстати, последнее, я вспомнил, извините. Я не записал, но я размышлял об этом сегодня целый день. Итак, упавшие на камень, это те, которые, когда услышат слово с радостью, принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. И вот для Петра наступило это искушение и испытание, да, и мы с вами видим, что, в общем-то, это было, с одной стороны, нет, не должно было так произойти, но произошло, но это наступило тяжелое время для Петра. И наступило так, что он сказал, я иду ловить рыбу, и он как бы отпал. Но Иисус Христос дает ему обеспечение, ученики идут вместе с ним. Итак, мы с вами видим, что, в общем-то, нам постоянно необходима любовь Господня, и любовь Господня освобождающаяся, освобождающая нас от того, чтобы мы были Господином себе во все времена нашей жизни с Иисусом Христом. И это относится к каждому дню нашей жизни в Иисусе Христе, потому что либо Господин я, либо Господь Иисус Христос в нашей жизни. И так здорово осознавать, что эта любовь освобождает нас от собственного я, от моего собственного господства в своей жизни. Аминь. Благослови вас Господь. Спасибо. Спасибо.